Бронирование путевок в летние лагеря стартует уже 22 апреля и продлится до 25. Каждый день база данных лагерей будет обновляться. Для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, путевки останутся бесплатными. А вот для всех остальных в этом году плата немного вырастет. Так же, как и в прошлом году, родители оплачивают 50% стоимости путевки в санаторный лагерь. Взнос родителей составит 9 504 рубля 12 копеек. В прошлом году было ровно 9 тысяч. То есть на 504 рубля родители будут платить больше. За отдых в летнем загородном лагере санаторного типа она составит 9,5 тысяч рублей. Листы уведомлений, по которым можно будет получить путевки, будут выдаваться в МФЦ, а также в центрах семья. Всего на летнюю оздоровительную кампанию из городского и областного бюджетов выделили более 154 миллионов рублей. Лето подростки могут провести и с пользой. Городские власти помогут им найти работу, особенно тем, кто остро в ней нуждается. Очень персонально эту работу нужно вести, Татьяна Викторовна. Может быть, здесь выйти за рамки сложившейся практики. Вот через общительные советы, через районные советы, да, вот я специально подчеркиваю, нужно эту работу будет организовать. Ведь ребята все известны на перечет. Нужно просто дойти до каждой семьи, поговорить не только с ребенком, но поговорить еще и с родителями, чтобы они понимали, что вот в условиях летнего периода это не только занятость ребятишек, но это еще и возможность пополнить семейный бюджет. Летняя оздоровительная кампания рассчитана на 100 тысяч детей. Это на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Планируется, что она охватит 95% всех учащихся в городе. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События.